Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет об итальянском городке на острове Сардиния под названием Аргасоло. Если вы хотите узнать, почему туристы любят посещать этот городок, где две трети мужчин являются бывшими уголовниками, смотрите этот клип. Итак, вот что говорится об Аргасоло на итальянских сайтах. Аргасоло – это коммуна или муниципалитет, расположенный в провинции Ноора на итальянском острове Сардиния. Примерно в 110 км к северу от столицы острова Кальяри и в 12 км к югу от областного центра Ноора. Муниципалитет славится своими Муралис. Это политические картины, их можно найти на стенах по всей Аргасоло. Начиная примерно с 1969 года, Муралис отражают различные аспекты политической борьбы с Сардинией, но и также международные проблемы. На стенах вы можете найти и антифашистские росписи, и выступления против Пиночета и так далее. В свое время Аргасоло был известен как городок-деревня убийц в связи с высоким уровнем преступности. Жители утверждали, что принадлежат коренной расе Сардинии, в то время другие полагают, что на Сардинии они были потомками цыган или римских колонизаторов. Вот что говорится об Аргасоло в путеводителе по Сардинии Масакука. Эта расположенная на севере региона Близнуора и Мамаяда деревня укрылась среди самого драматичного горного ландшафта массива Джен-Ардженту, а ее жители приобрели пугающую репутацию бандитов. Однако в последние годы селение не менее широко известно своими настенными росписями. Начинавшиеся как форма протеста против несправедливости жизни в 20 веке, росписи воспринимаются сегодня как форма искусства. Вот почему туристы так любят посещать этот городок. Говорят, что в нем насчитывается около полутора тысяч муралис. Конечно, за несколько минут все их посмотреть невозможно, но некоторые из них далее в клипе вы увидите. Один из фильмов режиссера Витторио Десета, Бандиты Аргасола, был посвящен как раз этому городку. И он посвящен образу жизни в Центральной Сардинии и преступности региона. Бандиты окружающих гор использовали церковную дверь для того, чтобы отправить уведомление о смертном приговоре, вынесенном их врагам. А вот что я прочитал на одном из сайтов с отзывами туристов о Сардинии и Абаргасоле. Это цитата. В один из непляжных дней на Сардинии мы, по совету соседа, живущего уже 30 лет на острове, решили посетить Аргасола. Деревня, затерянная в горах в глубине острова, примечательна тем, что в лучшие годы из 1200 человек мужского населения 800 находилось в отсидке. Конечно, не потому что мафиози, а потому что партиджи. Поэтому, когда я говорил вам, что две трети населены уголовниками, я имел цитату. Итак, надеюсь, теперь вам понятно, почему туристам так нравится посещать Аргасола. Во-первых, нам тоже понравились его узкие улочки и вот эти вот настенные росписи. Этот же пишет, что в Аргасолу туристы едут, чтобы посмотреть на настенную живопись. Эта форма живописи пришла на остров из Латинской Америки. Первые появились в конце 60-х, как форма протеста. Далее вы увидите фотографию машинки, на которой мы ездили по острову. Рекомендуем вам такие же экономичные и компактные автомобили.